Доброе время всем, кто еще не спит. И да, сегодня опять живое включение, такое уже полуночное. И сегодня поговорим о моих планах в настольном Warhammer 40 000 в 2021 году. Собственно, такой вопрос мне адресовал один из моих подписчиков. И я, честно говоря, на него не хотел отвечать, потому что... Ну, как бы, говорить о своих планах после предыдущего года, да, 2020-го, когда у всех планы просто разлетались в клочья, и все приходилось менять на ходу. И причем происходили такие события, такие проблемы, о которых мы вообще не могли подумать в начале того года. И, в общем, я даже не хотел загадывать, не хочу загадывать, что я буду делать в этом году. И все может поменяться кардинально. Но все-таки человек адресовал вопрос, надо на него ответить. И тут я, в общем, немножко, на самом деле, схитрил и упростил себе задачу, потому что я поставил, ну, совсем минимальные цели, которые, в общем-то, при должном старании можно без особых проблем выполнить за год. Ну, опять же, жизнь сейчас непредсказуемая, и неизвестно, что произойдет. Поэтому, если вдруг что-то у меня из этого не получится, ну, ребят, уж извините. Ну, в общем, если, так скажем, строить какие-то серьезные планы, то, ну, я, как бы, поставил следующие, да, можно сказать, следующие рубежи, да, следующие задачи, планки, которые хочется достичь, преодолеть. Ну, первое, это, конечно, раз уж я снимал ролики на эту тему, это все-таки дособрать половинку Индометуса, собрать некронов, которые вы видите на экране, это мои скарабчики покрашены, первая моя миниатюрка покрашенная из Индометуса, я прям забалдел с этих ребят, как вы видите, покрашены они у нас в династии Нигеллахов, очень крутая династия по Беку, я уже об этом говорил, очень нравится. Вот, я даже уже к воинам приступил, вот, первый воин в базовых слоях, да, в династии Нигеллахов, и вот почти готовый, на самом деле уже готов, я его покрасил, полностью здесь оформлена база, такая у нас травушка-муравушка появилась, и, в общем-то, тут и дополнительные слои, хайлайты, я вообще-то все сюда добавил, это такой, скажем, называется, хоть и называется почти готовый, но на самом деле он где-то готов процентов на 60 от того, что получилось в итоге. Ну, это воины, базовые пиктура, хотя тоже хочется их покрасить красиво, но, как бы, одна из задач, это собрать все-таки стартовую часть, ну, вернее, половинку Индометуса, микронскую, и хотя бы ей поиграть. Да, опять же, скажу, что это живое включение, поэтому за различные сбивки, паузы, тавтологии и так далее, прошу меня просидеть, к тому же время уже позднее, и у меня сегодня был очень насыщенный день, и могу тормозить уже в каком-то полусонном состоянии. Соответственно, да, хочется собрать некрончиков, хочется все-таки купить себе лакхуст-дестройера, он офигенен, до сих пор считаю, что офигенный миньк. Но, опять же, я сейчас такую сразу сделаю ремарочку, и путь небольшой к отступлению, если, конечно, в этом году выйдут Дети Императора или Пожиратели Миров, ну, планы придется вообще прям кардинально скорректировать. Опять же, я говорю только про 40-тысячник, не про АОС, потому что в АОСе там совершенно другой калинкор, и нет, там модели больше собраны, и если так посмотреть, покопаться в закромах у меня ФБшных армий из тех, что еще остались, ну, можно собрать такой нормальный отряд, хотя бы тех же ОГРОФ, ОГРОФ у меня нормальный, ну, по очкам более-менее прилично, благо это моя вообще первая армия в Архаммер Фэнтези Бэтлз. В общем, с АОСом там более-менее понятно. Про него, если хотите, сделаем отдельное видео в 40-тысячник, не будем по понятным причинам включать. Хотя, опять же, тут тоже оговорюсь, Вархаммер Квест, вот этот, Керзет Сити, да, если мне не изменяет память, офигенно он меня что-то так зацепил, я прям хочу узнать, сколько он стоит, насколько он играбелен или, ну, играбелен и реиграбелен, потому что то, что я увидел из стилистики и прочего, меня прям очень-очень-очень вдохновило. Ну вот, это что касается микронов, собственно, вернемся в 40-тысячник, и да, если выйдут пожарашки или дети Императора, придется подвинуться всем остальным планом, потому что я этого жду очень-очень долго. Было бы круто, конечно, если бы еще вышел Кодекс Инквизиции, Дарк Мехов, Ренегатов Имперской Гвардии, ну, это такое. Вряд ли, аж, вот. Даже если выйдут... Ну, вот, единственное, что вот, если выйдут Дарк Мехи, скорее всего, планы тоже скорректирую, если выйдут Ренегаты Имперской Гвардии, вряд ли, потому что у меня еще есть Востроя, которые я так и не доделал, у меня куча недоделанных моделей, проектов и прочего, что это просто ужас, надо уж как-то это все привести в порядок, либо просто это распродать нафиг, не париться. Ну, следующее, это Сестры Хаоса, сестрички наши, видите, перед собой конверсию, да. Давайте по ней пробежимся хоть. Я, по-моему, делал видео. Это такой вообще прям только-только собранный вариант. А тут я даже часть отмывал от предыдущей краски, ой, от предыдущего покраса. Вот у нас такая девочка, да, из нашего ордена сестричек. Если кто и помнит, это наш орден ОБШЛ. Ну ладно, это совсем уже. Да, девочки из того ордена. Здесь у нас закибашено, в общем, из каких наборов, но я думаю, это у нас супериорка, она будет у нас косплеить супериорку. Господи, так они называются или нет? Я что-то вообще уже торможу. Ну, по-моему, супериорки, да. Ну да. Ладно, если я где-то ошибся, просто напишите в комментах. Вот. Просто, что у нас покебашу, это из апгрейд пака, но из маринов. Это, соответственно, тоже меч, рука. Тут пришлось допиливать, немножко подклеивать, чтобы подошел под торс. Это тоже у нас все из апгрейд пака, но из маринов. Ну да, вот у нас есть апгрейд пак, которому уже 20 лет, а вот отдельной коробки для найзов нет. Просто великолепно. Соответственно, голова у нас от демонеток сланыш, а торс, сам торс, это все супериорка. Опять же, меня спрашивали, откуда такой прикольный арбалет. Этот арбалет можно встретить в новой коробке сестер битвы. Вот это базовые трупсы, где 10 рыб. Вот он там такой прекрасный арбалет есть. Мне он очень понравился. Я потихоньку стал ее красить, и прям очень-очень медленно. Из примеров такого свежего, потому что 3 месяца я вообще не прикасался никаким миниатюрам. Не до этого было прямо, скажем, вообще не до этого. Я начал красить уже. В общем, плащик у нас такой будет, фиолетовый оттенок. Задул в черный грунт. Вот изначально здесь у нас был белый грунт, вот где модель была в отмывке. А потом я уже ее задул в черный. Вот, собственно, плащик у нас будет в фиолетовый, конечно, в цвета. Детей императора, и вообще банда у нас будет славный швейц, это же башейлки наши. Вот. Делать полноценную армию я хотел, конечно, но... Максимум, если она выйдет где-то на поинт в 500, там же здесь надо визивиксы блюсти, и все, и все, и это по времени очень трудозатратно, но это прям вот проект, который мне нравится. Который реально вот на маленький формат, можно так с душой сделать со всем этим, благо у меня уже все идеи по созданию трубцы, где брать, какие детали, как китбашить, все это есть. Просто вопрос во времени. Во времени и в коробках некоторых моделей сторонних, которые мне нужно прикупить, потому что не все элементы ликбаши нужны у меня есть. Но, скажем так, армия, это прям даже на 500 очень сильно в этом году, потому что уже 27 января. Давайте пока становимся на банде для килотима. Если удастся сделать армию на 500 поинт, ну, обычных сестер, у меня даже металлических сестер, вот этих древних, 95-го, вот эти, в общем, древние и древние сестры, вот этих классиков в металле, опять же, у меня на канале, по-моему, даже есть несколько роликов с классическими сестричками, у меня их уже там, по-моему, подойдет, ну, на косарь точно наберется, но, опять же, их с конверсией, металл, и те, кто помнит модели старых сестричек, они знают, что там, это просто литые металлические миниатюры, у меня, кстати, они оригинальные, то есть это прям оригинальные, оригинальные ГВшные оволы, я заказывал, мне их привозили, у меня модели сестричек все оригинальные, вот, да, вот я такой чудной, собственно, как и в Астроянце у меня там нет ни одной литой модели, хотя, опять же, не считаю, что литье это плохо, особенно с текущими ценами, просто у всех разные задачи, мне почему-то в то время хотелось купить оригинал, сейчас, ну, ладно. Я просто люблю оригинальные, классические, старые модели того времени, гримдарк, да больше ностальгии, на самом деле, я понимаю, что, по сути, они, ну, есть у меня старые эти сестры, они висят, в общем, почти мертвым грузом, но так только для коллекционеров, но вот, просто из-за ностальгии. Ладно, итак, вернемся к киллтиму, да, скорее всего, буду делать банду под киллтим, ну, там, отряд, вернее, можно сказать, под киллтим, и тут, как бы, уже собрать достаточно просто. Меня еще спрашивали про моих демонов сланыш, который можно использовать как в сороковнике, так и для гедонистов в Age of Sigmo, так же, как и для, так же, как и демонов Хорна. И тут вот такой момент, если выпустят, соответственно, пожиратели миров, да, придется оперативно собрать демонов Хорна, чтобы, так скажем, устануть поинты для армии, взять, ну, взять их через союзников. Это понятно, учитывая, сколько сейчас стоят коробки новые отрядов, ох, прям не кисло. Я думаю, что коробки тех же новых берсеркеров будут стоить и сколько, а там же, скорее всего, будет еще элитная термоса, и папа ангеро, или папа фулгрим. И вот тут придется, да, уже так оперативненько собрать либо демонов Хорна, которые у меня тоже лежат, спят на ледниках, так и демонов Сланыш тоже. Блин, собирать, не пересобирать этого пластика. Вот. Если, соответственно, они не выйдут, такое себе у меня есть вон задачка сестричек конверсити, некронов собрать, хоть их выгулять, а тут, блин, непорядок совершенно. Вот такие простые задачи, планы, да, мои планы Вархаммер 40 тысяч в этом году. А там, кто знает, все может поменяться. Может. Да, вот, еще одна такая ремарочка. У меня же есть мои любимые ханды, Iron Hands. Но, честно, что-то в этом году пока нет желания их дособирать. меня даже как-то думал, умеретнула мысль собрать Deathwing. Благу, у меня есть модели, я обожаю модели Deathwing терминаторов. У меня есть старые еще модели, ну, те, кто собирает дарков, помнят такой прикол, что каждый уважающий себя дарковод должен собрать Белиала сам. То есть, брать вот эту стандартную минику, которая, на мой взгляд, абсолютно убогая, сконверсить Белиала для Deathwing самому, ну, у меня есть как раз Кэп в термарморе, древняя модель, тоже металлическую не удалось купить, купил в Файнкасте. Есть Либр в термоброне, еще не Примарисовский, а обычный. Капеллан есть в термоброне, тоже обычный, не Примарис. Можно прям собрать такую очень клевую, теплую, теплую, ламповую армию без винга. Но я просто сейчас смотрю по своей текущей загрузке, по тому, сколько нужно сделать. Ну, вообще, сколько делал, и понимаю, что я этого не покину в нынешних реалиях. Потом, может, у меня будет время, как-то все наладится и сделаю. Пока, я думаю, что надо ставить реальные планы, что можно собрать, это, в частности, говорил половинку стартера Индометуса и наших сестрич. Но это вот мои такие планы. Если хотите, можете поделиться своими планами в комментариях. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. там.